друзья день добрый тема нашей сегодняшнего видео bosch или lg знаете я такие как бы вопросы не очень сильно люблю потому что нельзя в целом ответить разные года разные модели разные выпуски разные объемы разные страны производители но в целом вы знаете на этот вопрос ответить может постараюсь максимально кратко то у меня на улице минус как это ни странно минус 2 или что-то типа того хотя все вокруг зеленая но тем не менее смотрите естественно мы в одном видео ходить это не сможем но максимально кратко постараюсь объяснить при прочих равных условиях предложим вы выбираете более не менее их одинаковые то например вы мы не сравниваем до lg из кореи больше из турции вы понимаете это как ряд в одессе это будет две большие разницы вот мы сравниваем более не менее одинаковые машинки до предположим там российский bosch российская лжи ли там я не знаю вот как-то вот одинаковый в целом могу сказать что если вы живете в квартире у вас нету перепадов напряжения или что-то еще я говорю по сначала по электрической части вы берете bosch если вы живете где-то в райцентре за городом и за всем остальным вы берете lg объясняю почему ответ очень простой инвертора bosch стиральных машинок более капризных напряжению вероятность глюков у bosch при перепадах напряжения при всем остальном будет гораздо выше то есть и вероятность того что он у вас накроется смысле сам модуль или что-нибудь еще будете вы менять у bosch тоже выше lg в этом вопросе надежнее но так переходим дорогу по надежности бака подшипника всего остального я могу сказать что у bosch в этом вопросе состояния немножечко лучше в целом это субъективно то есть общая конструкция например у lg особенно у российской сборки ребята кто смотрит из россии не обижайтесь так и есть это все жалуются почитайте форумы очень тонкий металл бака и его очень часто ведет восьмеркой от перегрузки ну вот так вот видно экономят на производстве я не знаю на чем они экономят но у bosch этой проблемы в принципе почти нет то есть бак очень надежный в целом я могу сказать чисто статистически из своего опыта стиральные машинки bosch при одинаковой нагрузке бегают чуть чуть больше по подшипникам чем стиральные машинки lg ну вот так что еще смотрите мы сейчас не будем обсуждать вопросы дизайна эргономики там люков и всего остального потому что это исключительно субъективный фактор в целом она где-то одинаково большой разницы нет смотрите еще по сервисным центром если вы живете где-то опять же не в центре больших городов где-то на окраине на периферии что-то еще вам запчасти на lg будет достать гораздо легче ну вот так у боша знаете она какой-то все такое специфическое иногда такие вещи ломаются которые ну давайте даже так если у вас сломается что-то в люке ручка там пластик что-то еще вам на lg это обойдется чуть чуть дешевле вот так на бош чуть чуть дороже но у боша она прослужит дольше поэтому что здесь выбирать какие нагрузки давать это уже решать вам я имею ввиду в плане на стиральную машинку то есть например там двигатель не вылететь ни там ни там до амортизаторы будут одинаковые там и там толщина стеклолюка быть и там и там но ручка на лжи будет стоить условно условно 5 долларов на бош 15 но за все время у вас ручка на лжи там за 15 лет эксплуатации дай бог вам 15 лет эксплуатации в чем я снизу сомневаюсь но у бош она может быть сломается один раз у лжи 2 ну вот так вот получается и ничего вы с этим не сделаете еще раз вам говорю что это происходит чисто я вам суде статистически говорю о тех поломках что было и опять же я могу рассуждать на основании тех моделей которые выпускали они которые сегодня вы понимаете что не могу говорить о машинке которая 2021 2022 2020 года почему потому что еще не прошло время на себя не проявила поэтому о новых машинках я ничего не могу сказать я могу сказать только на основании статистики предыдущих лет по так солнце по предыдущим машинкам вот так что еще в плане загрузки вообще просто напоминаю если есть возможность сэкономить на дизайне и взять машинку с большей загрузкой берете с большей нагрузкой загрузкой почему в нее изначально заложен больше ресурсов то есть все узлы будут чуть-чуть надежнее и крепче так что еще по стоимости запчастей вы знаете еще можно чуть-чуть обсудить этот вопрос странная машина это вот мотор на стиральную машинку и лжи вам обойдется дешевле тэн будет стоить столько же если вы возьмете бош или лжи с обыкновенными амортизаторами то цена у них будет одинаково если вы возьмете лжи там где еще в амортизанах в марте в амортизаторах пружины вам это обойдется дороже и гораздо дороже замена подшипников одинаково но вероятность того что у л джи будет разборный бак гораздо выше вот так вот у бош вероятнее всего он будет пластиковый паян и цельный его ремонт будет стоить дороже получается знаете что в целом в целом мы с вами как бы пришли к выводу что лжи покупка более целесообразная в принципе так и есть я почти всегда рекомендую покупать лжи это не значит что компания лжи мне заплатила нет но как-то эти машинки мне больше нравятся и они проще и дешевле и обслуживание немножко надежнее bosch какие есть плюсы у bosch знаете как там говорят bosch есть bosch lg чуть чуть проще в некоторых случаях чуть чуть чаще ломается bosch знаете купишь и в какой-то степени забудешь но современные сборки bosch большая разница если вы покупаете например немецкую сборку это одно польская чуть-чуть хуже турецкая еще хуже китайская еще хуже поэтому понимаете если вы покупаете китайскую сборку bosch который в принципе должен быть гораздо надежнее то кто-то через три-четыре у вас начнет может быть я не знаю бак ржаветь или что-нибудь еще там будет все немножко по-другому если вы возьмете поляка ну вы может быть лет на 7 в какой-то степени можете расслабиться и забыть о поломках вот и я просто говорю о случаях когда знаете стирка два раза в неделю стандартная семья если вы многодетная семья и вы стираете каждый день по два по три раза то у вас никакой машинки она у вас через два года у вас горит тем через три года у вас полетят амортизаторы модуль управления двигателем я не знаю подшипники тоже через два-три года могут навернуться и вы от этого никуда не денетесь давайте подведем итог при прочих равных условиях моя личная рекомендация если вам больше импонирует bosch конечно берете bosch если если вы знаете там вы высокоэтажки живете в доме где нет перебоев с электричеством со всем остальным берите bosch красивый надежный чуть-чуть дороже будет чем lg если вы живете не в городе где далеко от сервисных центров у вас могут быть проблемы с электричеством с электропитанием вы можете сами починить или лжи проще тогда вы берете lg вот как-то так постарался в нескольких минутах вам осветить этот вопрос надеюсь был полезен божьих вам благословений всем спасибо всего хорошего пока я просто уже пришел домой